друзья всем привет с вами серёга сегодня у меня фильм интересный фильм и интересные посылы это и бла-бла-бла почему решил за этот фильм казалось бы да тупая простая примитивная комедия уже мусоленная тема по поводу там пышечек и так далее но меня возмутило реакция зрителя американского на данный трейлер у них соотношение лайков и дизлайков пропорционально я задумался блин а почему а что мне понравилось в этом фильме вроде бы ну полезность есть в этом фильме есть какой-то хороший интересный смысл но тем не менее люди разделились на два фронта все равно и либо им эта тема уже настолько надоело что не сказали тает отстаньте сколько может показывать либо есть еще какие-то проблемы или проблем которые может не так донесли либо и так показали но я решил разобраться в этом фильме и поискать причинную что и как поэтому усаживайтесь поудобнее а мы поехали и дальше фотографии никто не переходит в принципе это и нормально почему потому что никто не говорит за какую-то модельную внешность будь это парень либо девушка и пусть это даже будет сайт знакомств но внешний вид определяет наш стиль жизни если ты на массе скажем так ты явно не любишь активный образ жизни если парень активно любит кататься там на лосипедах на роликах на сноуборде лыжах то явно не выберет девчонку за 100 килограмм и какая бы она творческая уникальная там и так далее не было не кажется что я страшный и толстый так бы взяла и съездила по твоей физиономии даже мой скелет небось толще чем ты это не означает как какой-то штамп что если девушка худая спортивно за тупая как было показано а если девушка вот там немного в весе да и такая ухоженная значит у нее огромнейший богатый мир она вся такая прокачана силу какие-то навыков способности к примеру лицо является неким фильтром к телу если мне не нравится лицо если мне не при этом на нее смотреть скажем так да не там дотрагиваться ли там целовать уже будет неприязнь поэтому это девчонки которые хотят как-то вот показать что я же внутри такая классная парни типа только смотрят на внешность ну так занимайся и ты уже преуспеешь примеру вдвойне потому что ты как минимум будешь востребована как и внешне таки внутренние очень красиво было показано когда она да там отключилась ударившись головой и как она стала вот смотри на себя по-другому до всего лишь помягкая бы призму и на себя смотрите такая это я это я вау то есть мы не принимаем себя мы всегда ищем в себе изъяна девушки это подтвердят что девушки всегда ищут в себе какой-то изъян что вот я как это не такая там я хуже другой там что-то мне не так там 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 всегда какие-то дефекты не все таки но в частности мы себя никогда не принимаем это точно мы не скажем ох ты красавчик как ты классно выглядишь даже если ты спортивный да там ходит спортзал у тебя там есть мышцы все потянуто все равно ты будешь видеть маленькая грудь там маленькие руки там если мужчина бицепс там еще что-то какой-то жирок там еще что-то то есть всегда как это бессмысленная критика она не здравая потому что мы все равно хорошо выглядим но мы начинаем себя поздно гнобить месту сказать красавчик молодец ведь она ведь она не поменялась внешне на просто помимо отношения и насколько когда внутренняя энергия пришла к ней благодаря тому что она себя приняла и стала радоваться тому что вот она такая какая она есть потому что мы всегда хотим быть похожим на кого-то а вот она принимает себя это надо два кайфует что вот какая классная и дело не дело не в правде либо в иллюзия что вот зачем я буду заниматься самообманом нет потому что как я повторюсь мы можем хорошо выглядеть и все равно к себе придираться у меня не было ни разу я тебе не боже а можно задать вопрос вот поехал отдыхать в италии например и ты приземляешься в аэропорту и внезапно встречаешь двух парней они такие а давай с нами на яхте и вот тоже на всех парусах мчишься на капри и весь отпуск проходит так как ты не могла себе представить вот так было было прошлом летом только в греции не в италии так и знала я так и знала я знаю первостепенная причина красоты это то что вот ты востребована среди обеспеченного круга парней многие девушки в себя инвестируют там к и накачивают губы там это выравнивать лицо там ресницы эти 3d классный мейкап спортзал классные вещи до собственные аккаунты в инстаграм это все для того чтобы не просто да конкурировать с девчонками это понятно а чтобы они могли найти парня который вот окунет их в эту сказку сказку вот этой безграничной романтики отсутствие какой-то работы рутины в силу найма либо в силу домашней какой-то там уборки готовки там и так далее большая проблема лежит в этой области что вот все хотят вот не просто познакомиться а вот иметь классный лайфстайл классно беззаботную жизнь и поэтому люди не то что не принимает себя даже до второй момент а потому что они не принимают свой стиль жизни ты не хотят чего-то большего мы смотрим все эти каналы все дать инстаграм и все эти паблики просто потому что нас не устраивает наш стиль жизни фильма было еще показано что мол типа да достаточно дома желания да и вот ты можешь всех сросить от своей уверенности но вряд ли бы ее просто выставили за дверь вы сказали там иди отсюда потому что работать над собой скажем так над внешностью это показатели вот твоего внутреннего стержня того что ты постоянно выходишь из зоны комфорта что ты постоянно ищешь перемены ты постоянно ищешь трудности ты пацана к чему-то стремишься если она попала в топовую компанию который как всегда показали таких глупцов таких наивных они прям не понимают рынок и не понимают своего клиента там бла-бла-бла она пришла такая простая и прям открыла им глаза там куча куча людей куча должностей которые занимаются этими проблемами этими задачами они потому что 12 начальника какой-то по старинке по шаблону по какому-то стереотипу и вот пришла обычная девка ваш клиент это я и поэтому вот вы должны меня взять чтобы я могла вам донести эту идею как мыслят обычные слои населения как-то так даже примитивно для этого даже не нужно человека нанимать и так понятно как они мыслят она в эту компанию даже банально не попала бы под расходу потому что требования то же самое что ты скажешь пойдя ну не за даже банально пример в банк работать в отделении и ты скажешь ну у меня просто нечего одеть но я прям лучше из лучших я могу там продавать продукты я могу там общаться со всеми клиентами могу привлекать чуть ли не все чуть ли не жить на работе но я не могу там до соблюдать дресс-код потому что меня нет красивой там примеры там белой блузки никто ее не возьмет на работу потому что есть дресс-код и не только надевалась непонятно как непонятно как себе вела ее брали потом он возможно здесь еще сработал штамп что уже да да все ложь лапша такая что просто банально там побеждать доминировать не получится то есть есть какие-то правила есть какие-то нормы по которым нужно идти чтобы быть там где ты хочешь они просто вот тебе сбрело что в голову ты решила и ты победила даже золушку если взять куда-то и сказка но тем не менее она не предпринимала никаких таких победных шагов за чтобы заполучить просто обстоятельства просто случай просто и муж повезло там опять-таки там красота они интеллект трудолюбие какой-то фактор ли какая-то теория вероятности срабатывают эти профессионалы у прилавков с косметикой только отпугивают они стоят как красивые статуи и только и делают что глазеют на твои прыщи на асимметричное лицо и ты чувствуешь себя неловко в смысле покупательницы чувствуют себя неловко вот почему обычные девушки толпятся в универмагах у стендов с нераскрученными брендами чтобы купить косметику и никто бы не стоял над душой и не вызывал у них чувство неполноценности что мол даже пытаться бесполезно фильме была показана психологическая проблема что женщин данном случае до проблема собственно значимости опять-таки второй пункт да не принимая себя не отвергая что красота главное притом ты не работаешь над собой и не хотят чтобы вот было место куда ты придешь иди подчеркнуть твою уникальность вот твою изюминку типа цель салона целью магазина по косметике вот показать что это твое место этот твой салон красоты где ты там самое лучше это самое красивое сама классно такой маркетинг но опять-таки даже притворство да опять таки даже не правда это шпритворство что-то мы тебе преподнесем так себя что вот ты будешь чувствовать себя комфортно разные магазины по спиртным напиткам и так далее любят подчеркивать значимость те кто бухают то это не сделал такой дизайн там не сделать такой атмосферу что это прям чувствуешь себя к будет ими за король это там бухая там пир такой на самом деле ты пьешь дешевое пойло да но в обстановке такой значимости что ты думаешь я мужик там я там там поэтому я буха потому что я себя чувствую классно с точки зрения маркетинга . зрения привлечения клиента это гениально в данном фильме проблем очень много я часть их описал если вы найдете еще какие-то проблемы еще какие-то нюансы конечно же пишите в комментариях потому что это то наше наблюдение это наше понимание ситуации проблем общества так всего даже с вами был серёга хорошего вечера всем пока а